Здесь, в новом музее Лувр, в Абдабе, прошлой осенью ждали самую дорогую картину в истории – «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Годом ранее ее продали на аукционе за рекордные 450 миллионов долларов. Критики в один голос называли работу уникальной. Это работа, созданная около 1500 года, на пике творческой зрелости Леонардо да Винчи. Но это не просто изображение Иисуса Христа. Это изображение божественного. В этой картине все техники, характерные для Леонардо да Винчи. Однако картина бесследно пропала. Лувр в Абдабе, как и парижский Лувр, отказываются отвечать на вопросы журналистов о ее местонахождении. Как пишет New York Times, информации об этом у музеев просто нет. Прочем, в истории картины это далеко не первое исчезновение. В середине 17 века, когда «Спаситель мира» упоминался приописи имущества английского короля Карла I, до начала века 21-го шедевр считался утерянным. Считалось, что она была уничтожена. И когда она, покрытая слоем краски так, что нельзя было даже разглядеть качество оригинального изображения, вновь появилась в 2005 году на распродаже небольшой усадьбы в Америке, ее купили очень умные и очень удачливые дилеры, которые затем очистили картину, удалили старую краску и обнаружили под ней Леонардо. В 2011-м, после выставки картины в Лондонской галереи, ее приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, а шесть лет спустя он вновь выставил работу на торги. Кто стал ее новым владельцем, аукционный дом Кристис тщательно скрывал. Но Нью-Йорк Таймс утверждает, это был саудовский принц Бадр бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан. По одной из версий, Бадр действовал в интересах своего друга, наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль-Сауда, который и стал настоящим владельцем картины. На каких именно условиях музей в Абудаби планировал получить картину от саудитов, неизвестно, хотя наследный принц Абудаби также близко дружит с наследником саудовского престола. Впрочем, судьбу картины ни саудовские, ни эмиратские власти не комментируют. По словам профессора Даян Модестини, которая занималась реставрацией картины, после аукциона спаситель мира был отправлен в Цюрих для экспертизы у другого мастера реставрации. Однако заказ на осмотр полотна был неожиданно отменен, и с тех пор о картине никто не слышал. Парижский Лувр все еще надеется включить шедевр в выставку, посвященную 500-летию смерти да Винчи. Она должна открыться осенью этого года. Екатерина Бучнева, Настоящее время.